МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...федеральных и областных депутатов совершить конкретные действия, которые необходимы для нормализации ситуации. Тяжелые экономические ситуации в отрасли здравоохранения, сложившиеся в результате хронического недофинансирования, учения ряда лет, слава управленческой командой министерства. Некоторые решения, принимаемые ею с целью скрыть истинное положение дела от руководства региона, порой экономически неграмотно и несвоевременно, конечные итоги привели к тому, к чему и должны были привести к системам кризиса в отрасли. Основными причинами кризиса в отрасли были названы хроническое недофинансирование в течение ряда лет, слабая управленческая команда Министерства здравоохранения, а также неправильные решения, принимаемые ей, с целью скрыть истинное положение дел от руководства региона. Председатель Комитета ЗСО по социальной политике Сергей Шерстнев заявил, что действительно, сегодня население недовольно ситуацией, которая сложилась в области медицинского обслуживания. Во многом причина этого – недостаток финансирования медицинской отрасли и ряд системных проблем. С чем это связано и куда их нужно направить? Мы уже услышали, что у нас на сегодняшний день уже 900 миллионов рублей, чуть больше, уже просужена кредиторская задолженность. Я думаю, что не каждый кредитор ждет, когда же эти деньги и средства поступят, наступит время, когда примутся меры в соответствии с действительным законодательством. Первый заместитель председателя ЗСО региона Василий Гвоздев озвучил позицию партии «Единая Россия» в отношении дополнительного финансирования ульяновской медицины. Наша фракция, безусловно, поддерживает решение правительства и будет на нем наставить на выделение дополнительного минимума 1 миллиарда рублей. Причем, хочу подчеркнуть, это задача минимума. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Оба прокомментировала отчет Сергея Панченко о ситуации в сфере здравоохранения. Мне кажется, что сегодняшние слушания совершенно четко продемонстрировали, что у министерства есть понимание ситуации. Оно очень трезвое. Да, не все просто, да, очень много проблем, но есть видение, как из этих проблем выбираться. И отнюдь не только вливанием большим денег решаются эти вопросы. И кадровые, и организационные, и иные меры. Полный, так скажем, перечень и расклад по этому на сегодняшний день. До конца недели будут собраны предложения и отзывы всех депутатских фракций Законодательного собрания Ульяновской области относительно развития отрасли здравоохранения региона. Они лягут в основу соответствующей резолюции. Однако уже сегодня ясно одно. Депутаты согласились с тем, что в бюджет будущего года жизненно необходимо заложить дополнительные средства на отрасль в размере минимум 1 миллиард рублей. Валентина Никонова, телекомпания «Арсенал», специально для Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин